От печали до радости, всего лишь дыхание, От печали до радости, рукой подать. Про таких людей говорят «Человек-оркестр». В Центральной городской библиотеке состоялся творческий вечер молодого певца и музыканта Антона Лученко. Он играет на музыкальных инструментах, пишет стихи и музыку, сам же является исполнителем. При этом сложно сказать, что он является человеком с ограниченными физическими возможностями. Поддержать самодеятельного артиста пришли близкие, друзья, почитатели его творчества. В этот день в программе были любимые многими эстрадные произведения. В основном песни Юрия Антонова и песни советских фильмов. Это не первый сольный концерт Антона, и ко второму серьезному выступлению он готовился с большим волнением. Тем не менее, всех своих гостей он принимал в хорошем настроении. Настроение прекрасное, бодрое, отличное. Я чувствую себя прекрасно, прекрасная атмосфера. И я очень счастлив, что уже второй раз делаю свою сольную программу. Антон в библиотеке – постоянный читатель. Более того, он является активным деятелем клуба молодых поэтов и писателей. О нем здесь отзываются как об инициативном и талантливом человеке. Это особенный человек, он очень добрый, очень с сильным духом и очень-очень талантливый. И мне нравится, что он не опускает руки, а развивается, старается быть лучше. И какие-то находки творческие у него есть. Вот сегодня мы посидели на концерте, убедились в том, что он действительно растет. Антон играет на многих музыкальных инструментах. На синтезаторе, балалайке, гитаре, флейте. Причем на всех инструментах он научился играть сам. Конечно, было сложно, говорит музыкант. Еще и потому, что он левша. Но он справился. Первый инструмент у меня была балалайка, когда мне было где-то лет 10. И, в общем, так же вот освою балалайку, в общем, брончу левый, а гриф правый. Вот так и пошло со временем. Но так же лет 14 не было. Так же и гитару тоже освоил. Так же бринчу левый, а гриф правый. Вот так вот и пошло. Среди зрителей в этот день был и папа. Павел Семенович говорит, что у них в семье много творческих людей. У нас в детстве такой был любитель музыки. Ну, в принципе, есть у кого. У нас, по крайней мере, с маминой стороны дед, царство, как говорится, любитель на балалайке играть, музыканты все. Ну, а с моей стороны у нас то же самое, что у меня отец, дедушка его играл на гитаре, на баяне. Ну, и я сам прошел путь, как говорится, музыкальный. У нас, в принципе, все помаленько какое-то отношение к музыке имели. Ну, глядя всего на это, он у нас с детства уже музыке был приучен. Не забуду-ка, не забуду-ка, в сказке я живу, как будто, и тебя не забуду-ка, не забуду никогда. Концерт состоялся. Он подарил зрителям яркие эмоции и хорошее настроение.